Всем привет, друзья, с вами Realize, мы продолжаем играть в Bullet League, давно я не заходил в этот проект, потому что по состоянию здоровья пока что не могу долго играть. Вчера вышло у нас обновление, добавили новый джойстик прицеливания и дополнительные элементы управления движением джойстика, добавлены взрывные бочки, новый магазин с большим количеством интересного контента, предметы теперь выпадают при изменении, много исправлений и оптимизации. Это то, что написали разработчики. Теперь давайте пробежимся по тем визуальным изменениям, которые заметил лично я. Обратите внимание, что внешний вид ежедневных заданий поменялся, также поменялась иконка WXP, которую вы получаете за просмотр рекламы. Поменялся у нас магазин, здесь у нас появилось специальное предложение со скидкой в 50%, плюс ко всему раз в день обновляются ежедневные предложения, где вы поштучно можете приобрести себе либо, например, скин какой-то, либо блок, либо эмоджи. Чуть ниже вы можете купить себе коины, они, кстати, здесь непонятными какими-то килограммами продаются, так что не пугайтесь, можете нажать плюсик и увидеть здесь, сколько они стоят именно в рублях. По буллет пассу никаких изменений нет, все так же максимальный уровень 50, с ним пока что, я так понимаю, не работали. Если мы зайдем в характер, то увидим много новых скинов, которые пока что недоступны. Это у нас эпический офицер, точнее коп, далее у нас идет какой-то кенду-женщина с одним глазом, похожа на робокопа. Доктор Фрок Фейс, он очень похож на лягушек из Баттл Тодз, кто играл там в Сега Дэнди, наверное, помните. Тоже эпический мастер-фан, какой-то тираннозавр в маске, как черепашка-ниндзя. Содэ Сквип, это у нас какое-то морское животное, непонятно, то ли это осьминог, то ли кальмар. Ки Йоко, это у нас рарный скин, такой енот из Токио, и на всех написано Check Shop Tomorrow, то есть проверь в магазине завтра. Джекс Маком Джуниор, тоже какой-то новый скин, это у нас Камонка, тоже написано проверьте завтра в магазине. Итак, друзья, все вроде по визуальным изменениям, что касаемо основного меню. Теперь давайте зайдем непосредственно в саму игру и проверим, что же нам там добавили интересного. Итак, у меня немножечко, кстати, лагает, то есть что-то намудрили с оптимизацией. На телефоне, конечно, все работает хорошенько, но здесь не очень, точнее на эмуляторе работает не совсем хорошо. Мне кажется, они просто еще не заморачивались насчет эмулятора и всегда была проблема, чтобы сыграть. В принципе, у меня неплохой компьютер, многие игрушки вообще как бы не лагают, но вот эта игра просто очень жестко фрезит. На телефоне, конечно, в нее играется гораздо лучше. Итак, пока что мы видим новый джойстик. Вот, обратите внимание, можно вот так вот шарашить им во все стороны. Делать это не совсем удобно на эмуляторе. Возможно, я еще не привык. Также, друзья, теперь по карте разбросаны вот такие бочки. Они взрывные. Я хочу проверить, сколько же урона она наносит. Давайте мы ее взорвем, подойдем поближе. И снесло нам 30 плюс 26, ну, 56 урона. До этого на телефоне я пробовал, бочка мне наносила максимально 60 урона. Поэтому я могу вам сказать то, что максимальный урон, который я получал от бочки, это 60. Но примерно у нас получается 50-60 урона в среднем будет наносить бочка противнику, либо вам, если вы находитесь рядом. А также обратите внимание, что поменялся значок. Раньше нам падал такой ящик с оружием, теперь он выглядит вот таким образом. Мне кажется, что он стал выглядеть гораздо лучше и как-то эстетичнее, что ли. И теперь из него, друзья, смотрите, выпадает не одно оружие, а несколько. То есть раньше там у нас стабильно падала, например, базука. Теперь здесь может выпасть, например, и базука, и миниган, как в этом случае. Либо, например, там может выпасть какая-то снайперская винтовка, например. Поэтому, в общем, игрой занимаются. Это очень, на самом деле, приятно. Но обратите внимание, у меня здесь значок Wi-Fi появляется периодически, то есть что пропадает связь. На самом деле со связью у меня проблем нету, поэтому это какие-то уже недоработки со стороны разработчиков. Либо нет оптимизации, как я вам ранее говорил, непосредственно уже для эмулятора. Ну все, в принципе, никаких изменений больше я не заметил. Да, кстати, есть, друзья, еще одно изменение. Раз в час примерно после того, как вы сыграли какой-нибудь бой, вам предлагают за просмотр рекламы апнуть один уровень. То есть у меня уже такое было, я просто отказался. У меня было 3000 опыта, то есть осталось еще 7000 до 92 уровня. И мне предложили за просмотр рекламы апнуться до 92 уровня. Хорошо это или плохо, я не могу сказать, но скорее всего плохо, потому что разработчики уже начинают постепенно рекламу вставлять во все щели. То есть если ранее у нас реклама была только за удвоенный экспириенс, то теперь еще и предлагают уровень целый поднять за просмотр рекламы. Конечно, я понимаю, что разработчики должны тоже зарабатывать, но мне всегда отпугивали проекты, где рекламу пытаются запихнуть просто куда только можно. Плюс ко всему проекты еще сыроват, здесь есть много над чем работать и заниматься, но рекламу они уже пихают во все щели. А в общем, друзья, вот такое обновление. Заходите, играйте, пробуйте на себя на телефонах, пишите в комментариях, понравилось вам либо нет. Я продолжаю следить за проектом, оставайтесь со мной, всем, друзья, удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok